Еще три года назад Самара и не надеялась стать третьей столицей чемпионата мира по футболу 2018. И вообще могла быть исключена из числа городов-организаторов Мундиаля. Ключевое решение о переносе места строительства стадиона в район радиоцентра, принятое губернатором региона Николаем Ивановичем Меркушкиным в 2012 году, не только позволило существенно сэкономить средства на строительство. Эта площадка отвечает всем требованиям ФИФА. А вот менять проект стадиона не стали. Большая вместимость – 45 тысяч посадочных мест – позволяет провести в Самаре столь ответственные матчи 1-8 и 1-4 финала. Это большое доверие региону, огромное доверие. И я уверен, что регион справится, потому что в первую очередь это делается для самарского болельщика. Это будет большим достижением и большой поляризацией самарского региона вообще на мировой арене. На самарском стадионе выступит и сборная России в одном из матчей группового этапа. Кроме нашего региона, право проводить матчи сборной страны выпало лишь в Москве и Санкт-Петербургу. Всего же на поле космос-арены пройдут шесть матчей чемпионата. Как известно, футбол в Самаре – один из любимейших видов спорта. Болельщики уже готовятся бронировать места на трибунах и ждут позитивных перемен в самом городе, который, к слову, уже на виду. Присвкушение прежде всего, то есть ожидание чего-то, каких-то изменений, каких-то новых построек. В городе, опять же, реконструкции зданий, реконструкции дорог и так далее. То есть, ну, позитив в основном. Требования FIFA очень-очень какие-то жесткие, может, чтобы было импульсировано. Это рапорт, гостиница, дороги. Там много, конечно, критериев, где это будет смотреть, как наш город будет представляться в Мундиале. Самарский проект стадиона получил одобрение на самом высоком уровне. Министр спорта России Виталий Мутко, осматривая стенды городов-организаторов на церемонии предварительной жеребьевки в Санкт-Петербурге, отметил, немаловажно, что регион собирается комплексно развивать территорию. И после стадиона к чемпионату мира рядом с ним должны появиться велотрек и дворец водных видов спорта. Кроме того, город получит значительные инвестиции из федерального и областного бюджетов на постройку социальных и спортивных объектов. Развитие инфраструктуры, благоустройство города, дорог, парков и скверов, восстановление фасадов домов – лишь малая часть плюсов. Самара станет туристическим центром, появятся и новые рабочие места для жителей. Чемпионат мира по футболу оставит хорошее наследие. Молодое поколение сможет заниматься спортом на объектах, отвечающих мировым стандартам. По статистике, почти половина населения всего земного шара следит за играми Мундиаля. Самара не только получит мировую известность, но и существенно повысит свою привлекательность для международных инвесторов.